Итак, это анализ рынка на 13 июля, время 8.46, начало торговой сети 1 час и 13 минут 30 секунд. Рыночный фон на сегодня такой. Азия в сильном плюсе, фичерсы на США и С-плюсе нефть торгуются у нуля. На ММВБ прочтем сегодня, ну и поводом для роста послужила вот эта новость, точнее массовым пампом. США рассматривает ограниченный ответ против КНР в связи с законом о Гонконге, так как сильный вред может быть причинен прежде всего самим компаниям и потребителям Штатов. Ну вот, и азиат на эту новость в принципе просто. Я ее после сегодня в 0 часов и в 0 часов я написал. Хорошую новость, чтобы азиатам запампить свой рынок этой позитивной новостью. В принципе, что и произошло. Сразу скажу, что у меня стратегия она обыкновенная. Обыкновенно я откупаю просто наш российский рынок при любой возможности. Скажу так, потому что сейчас очень многие люди сидят в шортах и вот даже позиции физлиц описаны вот здесь вот. Ну вот, я думаю, вы видите, все прекрасно. Ой, РТС шортят каждый, шортит каждый второй, БАК слонгует каждый второй. Короче говоря, толпа стоит в шортах. Ведь что-то меня это напрягает, если честно, уже который день. Почему? Потому что они свои, в кавычках, стратегические шорты держат уже полтора месяца. Ну, примерно с начала июня. Когда все эти инвиз-блогеры начали кукарекать, что вот-вот рынок обвалится, вот-вот рынок обвалится. Понимаете, как они одну дату ставили и передвигали ее. В то время, когда, к примеру, я говорил, что пока над нашим рынком имеется поддержка дивидендов, блин, нас никто не будет, ну, фингербендить, да, так, в одно место. Вот в чем прикол. Поэтому, как говорится, переобуваться я вообще не вижу никакого смысла в своей личной стратегии. Потому что в одном прыжке схватит очень сильный и лютый радикулит. А бодрус уже не тот. Да и, честно говоря, силы уже не те. Да и желания нет никакого. Поэтому свои инвест-позиции я удерживаю. Да я их и буду держать. Буду, по возможности, только наш рынок откупать. Потому что я понимаю, что в новом экономическом цикле мы будем намного выше, чем были еще в 2008 году. Вот она пища для ума. Нефть сыграет очень важную роль для нашего рынка. Начнем с новостей. В компании Pfizer ожидает, что вакцина от BioNTech будет одобрена США к концу октября. И первый выпуск составит 1 миллиард доз. Ну и иными словами, ситуация с коронавирусом постепенно разрули. Там вон ринге Север. Ребята эти придумали. Эти над вакциной параллельно работают. Короче говоря, ситуация с этим вирусом, она постепенно устаканивается на самом деле. Так что, даже может уже осенью, как и планировалось заранее, со стороны штатов, вакцины уже будут отправлены в рынок. Ну, поживем, увидим. Далее. Реальный валовый внутренний продукт стран Европейского Союза вернется к уровню 2019 года. Точнее, вернется к уровню 2019 года только в 2020 году. Ну, то есть, те экономические стаданки были в 2019 году, к ним Европа придет только в 2022 году. Имеется в виду, что к 2022 году полноценно восстановится европейская экономика. Это, в принципе, нормально, потому что после каждой рецессии рынок быстро не восстанавливается к своим минувшим значениям. Да, да, даже было то же самое в кризис 2008 года. Два года восстанавливалось. И то же самое сейчас. Так что, ничего страшного, в принципе, я в этом и не вижу. Далее новость про компанию Русаква, русская аквакультура. Рыбный отрасль в России проявляет стабильность, смотря на пандемию. И сразу я отмечу вот этот фактор, что коронавирус не оказал негативного влияния на результативность российского промысла. Так, по данным Росрыболов, постоянно на 8 июля вылов водных биоресурсов создавал 2,64 миллиона тонн. Ну, 2,64 миллиона тонн. Что на 7% больше, чем за аналогичный период 2019 года. При этом вылов в Дальнем Восточном рыбохозяйственном бассейне вырос на 10,5%. Ну, иными словами, для компании Русаква это, скажем так, позитивчик. В том учете, что коронавирус и все эти ограничения, в принципе, они особо по нему сильно не ударили. И это очень сильно радует, потому что это, наверное, одна из немногих компаний, которая в период самоизоляции удержалась на плаву. Далее ФРС США добавили 1,5 миллиарда в облигации отдельных компаний с 22 по 30. То есть они выкупали облигацию на эту сумму, включая производители Apple, производители пива Anheuser-Busch и Travelbook Expedia Group. Объявили об этом в Reuters. Покупки облигаций все на вторичном рынке приносят в ФРС холдинги индивидуальных корпоративных облигаций до 1,5 миллиардов долларов. Согласно последнему из того, что будет ежемесячно указываться перед Конгрессом, именно о тех средствах, которые ФРС направляет на откуп данных облигаций. И в общем плане политику количественного смягчения. И все, в партию вошли 330 эмитентов вместе с 26,9 миллионами баксов в компании Verizon Communications. Это облигации 26,3 миллиона долларов, это облигации AT&T, 25,5 миллиона это облигации Apple. Но это сам-таки очевидные компании, но еще имеются другие компании из этих 330 эмитентов. Короче говоря, я веду все к тому, что, блин, американский рынок как-то сильно уж опузыряется. Довольно сильный, довольно весомый. Знаете, вот, мягко говоря, данный фактор сильно напрягает. Просто отвечая на вопрос, почему я не иду на американский рынок, потому что там очень много можно было заработать. Господа, я что, психбольной в американский опузыренный рынок идти? Я психбольной идти вообще в развитый рынок, который опузыренный в раз 20, блин, чем развивающиеся рынки. Понятное дело, что там волатильности довольно весомые. Но, блин, застревать в их акциях нет никакого смысла. Мне комфортнее работать на российском рынке, потому что я понимаю от и до сущность российского рынка. А российский и американский рынок, они друг от друга отличаются очень сильно и очень весомо. Но это, как говорится, пища для ума. Далее, ОПЕК и страны, не входящие в ОПЕК, планируют увеличивать добычу нефти согласно нынешней сделке ОПЕК. Также наблюдается восстановление данного сектора мировой экономики. Скажу сразу то, что нефть, когда упала до 15 баксов, она буквально обнулила свой цикл падений, который шел с 2008 года. Это говорит о том, что те товарищи, которые говорят, что нефть будет по 150, они, блин, правы. На самом деле, они очень правы. Но она будет не сейчас по 150. И, может быть, должна быть не в следующем году по 150. Но она будет по этим отметкам уже при, скажем так, общеэкономических факторах, связанных с баксом, с валютой американской. Но я еще раз говорю, очень велика вероятность именно ослабления доллара по отношению к мирным валютам. На этом фоне будет дикая переоценка биржевых товаров. Нефть, газ, металлургия, пшено, зерно, свинина, месина и, короче, все, что с этим связано. Все вообще. Потому что они номинированы в долларах. И почему 150 долларов за обочину? Ну, потому что это были максимумы 2008 года. И поэтому к этим максимумам все, в принципе, и перейдет рано или поздно. По крайней мере, цикл падения нефти, он уже завершен, именно глобальный цикл. И на 15 долларов, когда нам входила нефть, да, и да, было те, когда входили в отрицательное значение, это был перезапуск рынка нефти. Минимумы, то есть были показаны. Поэтому рост цен на нефть для нашего рынка – это благодать, это плюс. У нас будет просто рынок переоцениваться. И рост цен на прочие биржевые товары, они просто будут просить компаниям нашим, российским, гиперприбыли. Не просто прибыль, а гиперприбыль. Поэтому данный фактор, он сыграет на руку для нашего рынка, именно рост цен на нефть, именно приход иностранных инвесторов, именно на развивающиеся рынки. То есть все в совокупности вещей работает. Потому что из развитых рынков инорезы уже выходят. Они ищут другие уже рынки, где более-менее адекватна макроэкономическая ситуация, где более-менее адекватны государственные долги, где более-менее адекватны дивидендные доходности по компаниям, и где именно рынки недооценены. Бразилия, Россия, Южная Азия, Ближний Восток, Восточная Европа, страны Океания, Индонезия, Филиппины и прочее. Вот эти рынки, они будут и оккупировать скоро очень. Иностранные инвесторы. Так что об этой теме я говорю уже последние полтора года, в принципе, ну полтора-два года. Так что есть над чем подумать. И уж инвест-позиции сливать как-то особо не хочет. Даже если будет какой-то, условно говоря, обвал, чего же сейчас толпа людей, ради бога. Я готов откупать в инвест-часть намного больше российских эмитентов. Потому что они потом будут очень дико переоцениваться. Не в сторону минуса, блин, а в сторону плюса и гигантского плюса. В наш рынок я в нем не сомневаюсь. Я понимаю, что это как запрягающая лошадь, которая потом просто распрягается, да, и скачет только вперед. Далее, вирусолог из Гонконга бежал в США с целью сообщить правду о действиях властей КНР в начале эпидемии. Китай, сколько кого-то, ценал инфуаку в 19-е задолго до этой эпидемии. Но, на самом деле, новость негативна, потому что оно для штатов развязывает руки. Просто вспомните, как американцы входили во Вторую мировую войну. Они жаль, пока Пёрл-Харбор не разбомбят японцы. Они разбомбили все, повод был. И та шам херня и тут, потому что стратегия одна и та же у амеров. Вот, и просто у меня спрашивали, в китайский рынок, почему не идешь в китайский рынок? Блин, господа, я долбоеб, что ли ты в китайский рынок? Когда там видят реальные угрозы санкций, так когда там видят реальные девальвации юаней, и когда там просто ловить вообще от слова вообще ничего. И китайский рынок тоже переоценится чуть позже. В хороший плюс. Но, блин, в текущий момент времени там ловить вообще ничего. Чтобы потом что, лосей пасти там? Угу, разбежался. Далее. На Таймыре из-за прорыва трубы вытекло около 44,5 тонн топлива. Это что касается компании ГМК на рискинке. И, в принципе, объем не такой высокий, 44,5 тонн. Это, знаете, плюс-минус как железнодорожная цистерна. На товарных поездах, которые эти ВЛ катают, локомотивы эти, да? Электровозы. ВЛ-80. Вон, по всей России они одни и те же едут. Они вам катают железнодорожный вагон, цистерна и прочее. Вот это как размер цистерны получается, 44,5 тонны. В принципе, новость-то негативная, да? Негативная. И в чем проблема? Проблема в том, что техническая часть ГМК на рникель, она создана по большей части еще в СССР. Да? Вот все и сейчас разрывается, потому что уже срок эксплуатации истекает. И сживают в себя те или иные инфраструктурные советские объекты. Давайте перейдем к анализу рынка. Техническому анализу рынка. Начнем с индекса РТС. Укажу сразу, что мы торгуемся в формации треугольник. Эта пружина сжимается. Скоро будет реально дикая волатильность. Вот. Напомню еще раз. Развивающиеся рынки из этих формаций давно уже вышли. Бовеспа. Индекс Бразилия для нас вообще тот еще флагман на самом деле. Вот он вышел в свою формацию треугольника еще 1 июля. Так-то мы глобально торгуемся в своем боковике. 1200-1300 пунктов по РТС. У нас отсекается уже послезавтра Газпром. Откроется послезавтра дивидендным гэпом. Вот. У нас еще имеется открытый гэп на уровне 1280 пунктов по РТС. Поэтому для быков в принципе цели есть. Просто скажу еще раз то, что очень напрягается огромное количество шартистов. Вот они не хеджируют свою позицию. Нет. Это не хедж. Это реально самые лютые шартисты. Потому что на любом еще раз форуме, вот на каждом форуме, все отшартят толпа. Каждый второй. И это напрягает на самом деле. Потому что что-то на моей памяти еще не было того, чтобы рынок дал заработать огромному количеству людей. Пока что на моей памяти такого еще не было. Ну как так. Поэтому просто я сейчас лично выжидаю выхода РТС из формации треугольника. Я на самом деле держу инвестиционные позиции. Переобуваться вообще мне, грубо говоря, в западло. Потому что мне тоже вчера разных этих инвизоблогеров люди в личку прислали. Я там смотрю. Один переобулся, второй переобулся. И они вообще там каждый день, блин, переобуваются. Как я понимаю, третий, четвертый, пятый. Вообще прям, не знаю, фестиваль переобуваний. Столько обуви в комоде не видывал еще весь мир. Ну как так. А у меня стратегия железобетон. Держать инвест часть и не суетиться. Все. Спекулятивной частью я работаю, а инвест частью я держу. На сегодня диапазон торгов по РТС будет такой. Будем долбиться об уровне сопротивления 1250 пунктов. Вот об этот потолок. В случае его пробития открывает цель на 1266. И самый лакомый гэп это на 1280. Так что следите внимательно за сопротивление 1250. Сегодня фон в целом позитивный. Поэтому скорее всего будут открытия гэпом именно вверх. И да, скорее всего над этой зоной мы откроемся сегодня. В полной себе резону. То есть открытие, коррекция и дальше поход сюда. Но это мы по ситуации уже увидим. Далее пара рубль-доллара. Четырехчасовой график. Если мне сейчас зрение надо мной не прикалывается, не шутит. То есть формируется голова и плечи формация. Вот, вот, вот. С основанием как раз я у уровня 69.15. Вообще начну с того, что пока бакс торгуется в пределах восходящего тренда. Блин, просто и то же в баксе напрягает то, что до хрена физоидов сидит именно в лангах. Причем активных лангах. Не, я не отрицаю, что рано или поздно бакс все равно придет на 73.15. И даже у меня ланги имеются по баксу. Вот этот уровень нужно будет в скором времени отработать. Потому что отмечаю сейчас крестом. Потому что ГЭП открытый есть. Цель для быков она имеется. Но важно учитывать то, что пока не отсекется Газпром, наш рынок из давления дивидендов, он не уйдет. То есть на вес все равно будет висеть. Поэтому и мариновать здесь физиков будут еще очень конкретно и очень жестко. Поэтому, учитывая сегодняшний позитивный, хоть и позитивный внешний фонд, следите внимательно за уровнем 70.56. Вот именно этот уровень является особо значимым, стратегическим. Потому что об него висок раз уже бился бакс. Раз, два, потом тут. И пятый, десятый, теперь он тут. Опять тут. Просто я к тому говорю, что при пробитии данного вот этого уровня 756, ну, мариновать лангистов будет больно сильно. И не особо приятно. То есть еще раз, учитывая то, что тут дохрена сидит лангистов, да, блин, не было на моей памяти того, чтобы еще дали толпе заработать. Не было еще такого на моей памяти. Не было. Далее нефть. Пока еще торгутся в клину. Было нужно пробить ниже, говорится, калина. Опять пришли на уровень 43. Это сопротивление 2009 года. Довольно активно бьемся об это сопротивление. То есть это была поддержка 2009 года. Теперь это сопротивление. Довольно весомое сопротивление, потому что подобное сопротивление с первого раза никогда не пребывается. И бьемся мы уже раз, два, три, четыре, пять, шестой раз бьемся об этот уровень. Просто чем смысл? Ну, смысл в том, над рынком нефти есть умеренный вес сланца, будущей добычи нефти. Короче, выше 50 баксов нефть скорее всего никто не пустит. Вот именно сейчас. Вот. Но еще раз, в идеале нефтянь, конечно, проторговаться хотя бы пару месяцев. Вот где-то в этом диапазоне. Опять же, 31, дефис 43. Вот такой, ну, довольно-таки широкий боковичок. Вот. Это было бы в идеале, потому что сейчас исланиц опять начнет добывать нефтянцы компании американские. И с августа будет рост добычи нефти ОПЕК. И стран не входящих в ОПЕК. И пятая и десятая. Сейчас тоже особо сильно расходуется нефть из морских танкеров. Вот. И она уходит в первую очередь на потребление в сферу промышленности. Просто сам переизбыток нефти пока все еще имеется на текущий момент времени. Но более-менее нефтянка, она постепенно входит в паритет между спросом и предложением. И вот отмечу еще раз то, что когда нефть ходила вот сюда, показала на недельном графике формацию двойное дно, вот здесь вот, да? Даже не есть, а вот здесь вот, на 15 баксов. Тут был самозначный перезапуск рынка нефти. И, кстати говоря, сейчас на недельном графике цена выходит из формации клин. Восходящий клин на недельном графике. То есть нефть вот в этот момент времени она просто перезапустилась. Ну, об этом-то я и говорю, в принципе, уже последние несколько месяцев. То есть цикл рынка нефти в будущем экономическом цикле, он будет на стороне быков. А рост цен на сырье, это плюс для развивающихся рынков. Потому что развивающиеся рынки, это, в первую очередь, сырьевые рынки. Ну вот, на сегодня мы опять будем торговаться около уровня сопротивления 43 бакса. Ход торгов на сегодня, в принципе, предопределен. Далее индекс S&P 500 пробили нисходящий канал. Уровень сопротивления 3106-3180. Пришли на уровень сопротивления 3200. Вот, поэтому сегодня будем проторговаться именно в этом диапазоне. Около уровня 3200-3220 пунктов по S&P 500. В целом, в теории, путь на 3400 открывается. Даже вчера Ларри Уильямс так неплохо переобулся. Это один американский трейдер. Он уже делает ставку на то, что 21 июля, и даже, кстати говоря, все прочие инвестблогеры также переобулись. Блин, я просто охереваю от циничности всех этих публичных трейдеров. То, что, мол, американский инвестблогер будет на уровне 3400 к 21 июля. Потому что так сказал, блин, великий Ларри Уильямс. Господи, да Ларри Уильямс уже несколько раз проебался на этой теме. Ну, на теме развивающихся рынков. Когда он давал там свои прогнозы, чем в начале года. Так что уповать на мнение одного трейдера, блин, не стоит. Надо иметь свою голову, в первую очередь, на своих плечах. И делать анализ, в первую очередь, самому. Да, и в теории, еще раз говорю, в теории, путь на 3400 открыт. Почему, блин? Потому что другие индексы американские, они уже восстановились в V-образности полна. И только, по сути, последний американский индекс остался невосстановленным до конца. То есть 3400, конечно, будет очень сильное сопротивление для индекса S&P500. Но если говорить про сегодняшний диапазон торгов, то вот. 3200, 3220 пунктов. Около данной зоны сопротивления. И будет торговаться индекс S&P500. Далее акция Маринатор. Газмяс, он же Газпром. Учитывая сегодняшний позитивный фон, учитывая то, что дохрена лонгистов, просто мамы не горюй, да? Опять. Максимум, куда придет, блин, Газпром, это 205-206. Вот все на эту зону сопротивления. У меня само, в принципе, Газпром имеется в инвест-часть, но это инвест-часть. Понимаете? Я ее вообще не трогал. Валяется и валяется, хера бы с ней. У меня имеется еще, помимо этого, спекулятивная позиция, да, в Газмясе. И, ну вот, где-то здесь есть резоны раздавать. Вот, на 205-206. Сегодня, благо, фон позитивный, поэтому открытие, скорее всего, будет и на гэпом вверх. Ну, плюс-минус, где-то вот на этом уровне, там, 202-85. Тут вполне резоно будут закрытия гэпа, и дальнейшее восхождение, вот, к 205-206, я там, в принципе, и свои полосы, наверное, буду сливать. Даже, наверное, на 100% буду сливать. Потому что спекулятивная позиция уходит под див-гэп, ну, это вот уже, мягко говоря, мазохизм получается. Вот, Газпром отсекает у нас примерно в ночь с 14 на 15 июля. То есть завтра, последний день будет с дивидендами. И все, рынок пускает в свободное плавание. Дальше будет позитивный фон, будем расти. Будет негативный фон, будем падать. Так что все банально просто. Ну, что-то, сколько тут лангистов сидит еще, ой, шартистов в нашем рынке, блин. Но нам бы хотя бы, как минимум, финальный аккорд было бы неплохо сделать, хотя бы до августа. Потому что в августе у нас каждый раз расколбас происходит. И уже это 6 лет я это наблюдаю. И, ну, вообще, когда еще к санкции ввели, это персколбасе началось. То есть отток денег иностранных инвесторов и прочее. Тем более сейчас еще по валютам, по нашим рынкам, пардон, начинается налоговый период, да. Примерно этой, следующей неделе. Поэтому давление на бакс, ну, оно, в принципе, будет. Так что маринация конкретная будет. Шартистов в рынке у нас много. Их надо всех массово изнасиловать. Морально. В первую очередь морально. Потому что их шартовая позиция, это как бы топливо для нашего рынка в целом. Поэтому Газпром на сегодня. Диапазон торгов 200-206. Далее Сбербанк. Сбербанк и Газпром – это две дуры, которые между собой ходят, коррелируют. Вот. По Сбербанку тоже вот сегодня мы так неплохо и покажем себя. Как минимум до уровня 204. Ой, 214-215. Вот до этого уровня сопротивления. Далее ВТБ. Набор позиций осуществляется. Даже на дневном графике это прекрасно наблюдаемо. То есть, тут тоже формируется формация двойное дно. Раз, два. Основание двойного дна находится как раз на уровне 0.038. Вот именно здесь вот. У меня, честно говоря, ВТБ в инвестчасти. Я им не спекулирую. Поэтому мне вообще глубоко фиолетово на его спекулятивные мотивы. Но я вижу, что вот вообще, вообще вот в этом большом боковике, мать его, вот здесь вот, набирается реально гигантская позиция. То есть, когда ВТБ будет выстреливать, он будет выстреливать на новости. Может быть, о дивидендах. Либо что-то еще. Но выстрел будет просто неимоверный. Поэтому тут набирается огромнейшая позиция. Вот тут именно сейчас набирается локальная позиция. С целью основания уровень 0.038. Вот здесь вот. Поэтому есть резон, как говорится. Есть резон. На сегодняшний день диапазон торгов в ВТБ у нас будет вот здесь вот. 0.035, 0.035, 800. Вот именно вот здесь вот. Как-то так. Далее Северсталь. Тоже формация двойного дна рисуется. Опять же, имеется гэп. Блин, 53-рублевый гэп. На уровне основания 940 рублей. Имеется также формат с намеченной графикой треугольника. Точнее, будущего формата треугольника. С основанием у уровня... Какого там уровня у нас? 1080. Голова и плечи перевернуты. Основание 1080. Я лично вес позиции в Северстале держу. Я их, честно говоря, даже не планирую раздавать. И нет никакого, в принципе, желания. Плевать, куда поет цена. Я просто буду эту чудо-акцию держать. Потому что она будет намного дороже в очень среднесрочной перспективе времени. Поэтому, учитывая сегодняшний позитивный фон, опять же, скажем так, цель вот сюда. 892, дефис 906. Основные зоны сопротивления. Именно там. Ну и последнее. Давайте-ка рассмотрим Россети. Это самая жесткая акция. Но в чем прикол там? Здесь вот мы имеем боковик. В этом диапазоне. В этом периоде. Вот. Здесь у нас, как правило, когда мы имеем такие формации в Россетях, это набор позиций перед дальнейшим импульсом вверх. Основное сопротивление с рубль 75. Если спекулятивно в этот имитент заходить, то, блин, со стопами. Без стопов никак. Вообще никак. Без стопов это вообще греховное занятие будет. Спекуляция на подразумевательном стоп-лоссе, тейк-профит. Вот здесь я вижу набор позиций. Основание вот здесь вот. Рубль 75. Что у нас получается? Диапазон цен. Ну, 15%. В принципе, пока в Россетях тоже кто-то как-то зачем-то набирает свои позиции. Причем тут маркетмейкер довольно дикий в Россетях. Выносы вообще то вверх, то вниз каждый раз устраивают. Всем как нужно смириться. В принципе, на этом все. Ждем выхода РТС из формации треугольника. Ну, и, естественно, скоро все разрешится. Просто, опять же, учитывая то, что все развивающиеся рынки уже выстрелили, да, из формации треугольника вверх. И причем они росли не просто, а вовсе на чем, да, а именно на шортах, на шортовых выносах. Вот. Ну, вот как бы сигнализация на нашем рынке тоже такой имеется умеренной. Вот. Также нефть, ой, нефть, медь находится в растущей фазе. Она производит определенную корреляцию с нашим рынком. Я вообще скажу сразу еще раз, что я держу инвестиционные позиции. Я их продавать, честно говоря, не собираюсь. Я не собираюсь, еще раз говорю, в воздухе переобуваться. Как это сейчас делают многие инвестблогеры, потому что, блин, их стратегия грошем цена на самом деле. У меня всегда была одна железобетонная стратегия именно в кризисе. Даже в обвал 2018 года. Держать инвестпроизводство, откупаться. Откупаться дико сильно. Потому что впереди нас же тупо новый экономический цикл. И в этом цикле будут развиваться именно на коне развивающиеся рынки. Не развитые, а развивающиеся. Потому что рост цен на сырье для них сыграет очень сильную и, скажем так, значимый... Короче, пока же значимый рост. Так что, как говорится, лишний раз лучше не суетиться. Лучше так. Ладно, в принципе, на этом все. Подписывайтесь на канал Биржевик. Канал о рынке акций. У нас основы биржевой торговли. Аналитика, обзор акций, облигаций технически, фундаментально. А также торговые идеи, которые рекомендацией не являются. У нас имеется телеграм-канал Биржевик. ВК группы Биржевик. Там поиск новости, аналитика, обзор акций, облигаций. Они потом автоматически попадают на YouTube. Короче говоря, полезны новости для всех. Хоть трейдеров, хоть инвесторов, хоть там прочих людей. Помните, что мы все обречены на прибыль. Лишь время и грамотная стратегия наши главные союзники. На этом все. Благодарю за внимание и до свидания.